Всем привет! Сегодня мы будем разбирать такую игру как Mass Effect. И давайте начинать! Mass Effect для меня в первую очередь научно-фантастическая ролевая игра, в которую я давным-давно играл. На тот момент она была, как сейчас говорят на хайпе, для меня она была в первую очередь интересна сюжетом и миром. Помню, что поначалу думал, что это очередной шутанчик. Пока я не столкнулся с выбором, вот тогда я подзавис. Благо все выбралось легко, и я шел по сюжету ровно как по рельсам. В то время, в бурной емкости выбор был всегда очевиден. Выбирай и действуй, отстреливай врагов, решай себе проблемы, общайся с персонажами. Галактика у твоих ног, иди куда хочешь, и при этом всегда, абсолютно всегда, будь добрым. Итак, перейдем непосредственно к сюжету. Сюжет первой части. Для того времени он был восхитительным. Он сделан по всем заветам театра. Есть вступление, завязка. Есть основная часть, есть финал. По сюжету разрешено множество оружий, которые выстреливают, либо остаются на продолжение. С точки зрения основных частей, Mass Effect это своеобразное вступление, которое захватывает тебя, подталкивает к изучению предложенного тебе мира. Сюжет, где ты от простого бойца проходишь путь до спектра и до своеобразного спасителя галактики. Да, сюжет чудесен, но не оставляет ощущение, что он банальный. Мы такое уже много-много раз видели. Но, что ни говори, он захватывает. Причем, в большинстве своем, захватывает он именно не основной канал, а побочными квестами, что встречались на пути. Честно скажу, я всего и не помню. И на некоторые квесты я выпал совершенно случайно. Но в этом была своя притягательность. Больше всего меня радовали квесты напарников. Они проработаны. Да, они очень проработаны. Их выполнение сюда приносило радость, тепло на душе. Ты взял и помог кому-либо из своих сопартийцев. К примеру, Рексу. Отыскать его броню и отомстить за одно. Или тебе удалось срамонтить кого-либо из экипажа. Было забавно наблюдать за всем этим. А ролики по тем временам просто великолепны. И не важно, что были баги, что ненормальные поездки на Мака были. Когда тебя кидает в небеса, или ты проваливаешься сквозь карту. Графика была крутая. А тот момент, что ты еще можешь настроить своего персонажа под себя в графическом плане. И было приятно наблюдать за другими персонажами, как и за своим. Что не говоря, графика делала очень приятные женские формы в игре. Играешь, и глаз радуется. После того, как мы поговорили о графике, давайте перейдем к персонажам. По поводу них мне особо нечего сказать. Ведь обычно со мной ходила всего-то парочка персонажей постоянных, с которыми я никогда не расставался. Это Тали и Рекс. Соответственно, Рекс у нас был танком, который все выносил. Ну, а Тали за инженера. Все остальные были на Нормандии. Они оттуда выбирались в основном на свои миссии, лояльности и все. Ну, обычно еще я с ними бегал рядом. Разговаривал все их диалоги. Диалоги, блин. Все их диалоги. Это было долго, мучительно, но интересно. В основном. Из побочных персонажей, ну, сейчас никто особо не вспоминается. Ну, максимум у Ндино Яндерсон. А это мейнстрим. Из такого, чтоб необычного. Ну, Ханара было прикольно уговаривать на цитадели. Подходишь к нему и говоришь, ну, товарищ, ну не пропагандируй, ну не пропагандируй. А он продолжает. Ну, и в итоге надо отыгрывать хорошего персонажа. Поэтому я за него всегда платил. Хотя так и хотелось пристрелить эту медузу. А теперь, когда мы разобрали график, условно разобрали персонажей. Сделали некоторые свои выводы об игре. Пожалуй, нужно перейти к главным. Плюсам и минусам игры. Предлагаю начать с плюсов. Первым плюсом игры я хочу выделить это продуманный сюжет на уровне первой части. С минимальным количеством сюжетных дыр. Игра хоть и ведет тебя по рельсам основного сюжета от начала и до конца. По сути, ты никак не сможешь свернуться с основного сюжета. И твои выборы лишь добавляют оттенков сюжета. Ты никак не повлияешь на основной сюжет. Ну, убил ты Сарана. Или он сам застрелился. Сюжет продолжится дальше. Убил Терекса, не убил Терекса. Ну, сюжет пойдет дальше. Только оттенки игры разные будут. Взял ты кого-либо в команду, не взял кого-либо в команду. Это все зависит от тебя. На сюжет это никак не повлияет. Что для меня геймплей этой игры был? Геймплеем для меня были диалоги, диалоги, диалоги. И еще раз, диалоги. Диалоги для меня были всем в этой игре. Их выбор. Подсказки по альтернативным вариантам. Ориантов выбора. Да, диалоги для меня у Mass Effect, хоть они, конечно, не такие роскошные, как в Baldur's Gate или в турнаменте, но они захватывали. Иногда, блин, приходилось по несколько минут думать, чтобы такого выбрать, чтобы сказать правильно. Да, вот она трудность отыгрывания хорошего парня. Что дальше из плюсов? Стрельба. Ну, так уж пошло за все это время, что... Честно, я никак не могу понять, что еще можно придумать в жанре шутера после Дума и Анриэла. Первое Дум, оно нам дало, что есть шутер. Вот, шутер это вылитый Дум, больше ничего придумать нельзя. Есть стрельба, все, от первого лица это Дум. Любой шутер равно Дум, больше ничего придумать нельзя. Анриэл, он лишь добавил скорости. Современные шутеры, ну, это прыжки в сторону, стрейфы и прочее, прочее, прочее. Но Дум это родоначальник шутеров, никуда ты от ТПа не денешься. Удобство, неудобство, стрельбы, блин, я в этом не вижу разницы. Есть стрельба? Хорошо, все, точка. Еще одним плюсом, как я уже говорил раньше, я отмечу, пожалуй, персонажей. Да, персонажи были проработаны, это офигенно они были проработаны, это очень хороший плюс для игры. Белвары, вам почтение за таких персонажей. Вот могли сделать конфликты с ними, какие-либо приятные сцены, которые просто радостно было отыгрывать. Блин, мое почтение. Но, к сожалению, для меня Mass Effect закончился на второй части, и поэтому я не могу сказать, что было в третьей, к чему это все пришло. Но на то время, это да, это было великолепно. Итак, мы разобрали плюсы игры, пора перейти к минусам. Тогда игра казалась мне довольно интересной, и минусов я в ней не видел, уж простите, неразумного. Но вот недавно я решил переиграть в Mass Effect. Нашел один минус, который я разберу подробно. Это минус к лише. Я вам немного расскажу про это. А заодно зацепим минусы, которые появлялись в игре и сюжете. Которые незначительны для меня. Итак, я собрался поиграть в игру. И не особо хотел тратить на это времени. А что съедало большую часть времени у Mass Effect? Правильно, побочные миссии. Поэтому я не стал проходить и выполнять побочные миссии. Тупо пер по сюжету. И знаете, игру я сократил. Но остался еще один момент, который усложнял, уклинял игру. Это боевка. Боевка, к сожалению, на ранних этапах очень нудная и длинная. А прокачка требует времени. И что ж я сделал, чтобы сократить себе игру еще раз? Правильно. Я сделал самую гадостную вещь, которая только возможна в играх. Я ввел читы. Уж простите меня. Я всего лишь собирался сделать себе самое крутое оружие и броню. И у меня это получилось. Благо, на это есть читы. Как результат, игра сократилась. И по итогу, я проскочил основной сюжет за каких-то 4-5 часов, не более. И вот, когда я собрался насладиться основным сюжетом, я подумал и пошел не по той тропе. Не по тропе клише. По отыгрышу хорошего персонажа. А пошел по тропе максимального ксенофоба. И максимальной мерзкой марази, которую только можно создать в игровой индустрии. И что вы думаете? Игра не дала мне так поступать. Она не позволила мне сделать из своего персонажа максимальную маразь. Игра имеет ограничения. Как в сюжете, так и в механике. И что в сюжете вы спросите такого блокирующего? А просто. Это очень простой ответ. Вас ограничивают в выборе. Тот выбор, который когда-то казался максимально возможным, офигенным, крутым, сводится к клише. Итак, максимальная свобода выбора. Можно отказаться любого персонажа. Можно сделать все, что угодно. Ни судьба, ни в этой игре. Игра вам просто не даст этого сделать. Начало Mass Effect. Это миссия Night in Prime. Миссия по конфискации архиотеха протеан. Которая пошла по всем известному половому органу. Как результат, Нормандия летит на цитадель докладывать о том, что произошло. А Шепард в лазарете допрашивается Андерсона. И знаете, что не так в самом начале и последующем совете? А все просто. Андерсон и Шепард военные. Дина не просто политик, а политик, который представляет людей. Такое не может быть тупицы. В разговоре с Андерсоном я привел к тому, что упоминать жнецов и все, что с ними связано, является слишком, чтобы так мягко сказать, фантастичным. И от этого следует отказаться. А что говорить? Уже решать потом. Но не о жнецах. И как результат, во время совета, мне не дают выбора. Игра просто меня заставляет говорить о жнецах и угрожать совету жнецами. Кричать, что Шепард не псих. И что он прав. Что это все жнецы. Ну и далее закономерный результат получаем. А потом расследование и сбор команды. В самом начале я пытался не взять в команду Тали, которая сыграла свою роль над цитаделью в раскрытии обмана Сарана. В итоге, ее пропихнули на корабль. Отказаться от нее я не смог. Игра мне не предоставила такого выбора. Но я смог выкинуть Гаруса. Также, у меня не получилось выкинуть из команды Рекса в самом начале. Но я даже не старался. Я его взял специально для одного очень хорошего момента. Чтобы пристрелить перед штурмом фабрики Сарана. У меня в команде Оленко и Вильямс. Добавок к ним у меня в группе Тали и Рекс. А теперь переходим к миссии на фабрике Кроганов. Там есть момент, что ты выбираешь, кого отправить на смерть. Оленко, мы тебя будем помнить. Секунд десять. И вот тут игра преподнесла мне, к сожалению, неприятный сюрприз. Я не смог убить Рекса. Как бы я ни старался. Как бы я ни матерился. Как бы я ни уводил его на конфликт. Он вел себя со мной, как со старым другом. Общался, словно я, блин, постоянно с ним куда-то ходил на миссии. Выполнял задания и прочее, прочее, прочее. Но на конфликт никогда не выходил. После этого я полетел на встречу со Сминожкой. Доктор Цони нашлась, и мы ее спасли. И потом был совет. Куда двигать дальше в погоне за Саром? И после ее помощи я не смог выкинуть ее с корабля, как пособника, как предатель. К тому времени ее мать кормила червей вместе с Рахней. Никто в совете даже не высказался резко в ее сторону. А игра не дала мне такой возможности. Затем меня вызывает совет. И я никак не могу пропустить его. И вынужден лететь на цитадель, чтобы пафосно потом с нее удирать. Ну не бред же, а? А дальше побег, Иос, штурм цитадели. Как результат Шепард, герой, который спас человечество. И... титры. Хотя нет. Перед титрами стоит выбор. А кого мы назначим в послы человечества? Так как у меня Шепард тот еще ксенофоб. Но окробил совет на его флагмане. Отчего, когда Андерсон это узнал, просто был шокирован. Я стоял перед выбором. Выбрать Андерсона или Ундин. Или вообще никого не выбирать. Я никого не выбрал. И ушел в закат. И... ура! Теперь титры. Мы прошли игру. А теперь вспомните вторую часть. Там вам предлагают загрузить персонажа из первой части. Что действительно круто. Вы можете загрузить свои сейвы, все решения, которые вы сделали в игре. Это офигенно крутое решение. А потом, во второй части, когда ты уже выбрался с базы, тебе устраивают допросы. Типа проверка памяти, все ли в порядке с Шепардом. Так вот, вам задают два вопроса. Первый вопрос. Угробили ли вы совет? И второй вопрос. Кого вы выбрали? Ундину или Андерсона? Спойлер. Эти решения не сейвятся. Объясню почему. Сразу после смерти Сарена, первый, вы выбираете, спасаете ли вы совет или нет. А потом сразу начинается схватка с Властелином. После которой уже идет выбор, Ундина или Андерсона. Так вот, последний автоматический сейв в игре делается. Перед выбором. Убьете вы совет или нет. А после сразу же, погружается в бой с Властелином. По сути, вторая игра узнает от вас эти данные. Вот такие вот хитрости. С основными минусами игры мы закончили. Сейчас останется разобрать всего лишь один момент. Это скорее всего не минус. Это... Я бы это назвал недоработкой механики. Эту недоработку механика я называю правило тройки. Что же это значит? А это значит, что на задании должно быть как минимум три персонажа. Шепард и два его компаньона. Так вот, всегда, кроме одного случая в самом начале игры. Когда убивают Дженкинса, с нами бегают еще два персонажа. С самого начала с нами Аленка и Дженкинс. Дженкинс умирает. И после в игре на его место становится Вильямс. Это единственный момент, когда в игре может быть два персонажа. С момента смерти Дженкинса и до прихода Вильямс. Далее нам суют Тали без возможности отказаться. Итого у нас уже четыре перса. Далее я отказался от Гарус. Взял Рекса, чтобы его убить на фабрике Кробанов. Итого у нас сейчас пять персонажей. Один основной и четыре дополнительных. И вот фабрика Кробанов. Я отправляю Аленка на смерть. И у нас три персонажа. Становится запасных. А далее мне надо поговорить с Рексом. Я хочу его убить. Но игра не дает мне варианта, где я его убиваю. А все потому, что не работает правило тройки. Точнее, правило тройки не дает мне его убить. Вы спросите, почему? Персонажей у нас много. Как раз Тали, Вильямс и Рекс. А вот почему. Когда Вильямс ставит заряд, нам приходит сообщение от Аленка. Я в беде, помогите. Но мы по-любому должны ему помочь. Хотя бы начать помогать и идти к нему. И тут мы начинаем выбирать команду. Так как Вильямс остается взвалибом, то у нас остается Тали и Рекс. Игра только в одном моменте позволяет нам играть меньшим составом. И недолго. Вот такой вот Богофич был замечен. Подведем итоги игры. Вот вы наверное думаете, что я взял и заплевал очень хорошую игру. Вообще я ненавижу. А вот фиг вам. Игра для меня классика ролевой игры. Как бы это ни звучало. Где сплели вместе очень хорошую ролевую и шутерную механику. Эта игра часть моего детства. Mass Effect показал, что можно делать игры длительные, с переносом персонажей на протяжении всего сюжета. Из части в часть. Что впоследствии сделал Ведьмак. Хоть Mass Effect это сделал и коряво, но они это сделали. И за это им огромное спасибо. Подводя итоги, хочется сказать. Если вы любите ролевые игры, если вам нравятся шутанчики, поиграйте в Mass Effect. Вам понравится.